Вера Савина Здесь проходят в два этапа. Уже появились новые дорожки, жители могут заниматься спортом по утрам. И совсем скоро здесь появится новая современная детская площадка. В этом году рабочие заканчивают установку детской площадки с антитравматическим покрытием. Им еще предстоит подключить столбы освещения, а сразу после они займутся озеленением двора. Все пожелания жителей учли. В этом дворе живут очень активные жители, с которыми мы знакомы не первый год. Они сделали проект своего двора, выиграли в конкурсе. И вот в конце лета у них будет прекрасный благоустроенный двор. Большой двор на Мичурино-139 тоже дождался благоустройства. Здесь начали с ремонта внутриквартальных проездов. Дорогу расширят, обустроят новые парковочные места на площадке порядка 500 квадратных метров. А позже займутся установкой детской площадки, проект который придумали сами жители. Жители провели собрание, сделали сводный сметный расчет, утвердили это и предложили уже свое техническое, такое конструкторское решение. Наш двор будет разбит на две детских площадки. На одной для яслей, для детишек лет до пяти. Она будет в правой части. В центре будет для детишек постарше. Будут тротуары, которых тоже у нас не было. Мы ждем очень хорошего результата, красивой площадки, современной, безопасной для наших детишек. До конца лета все работы должны закончить. Всего же в Октябрьском районе в порядок приводят 11 дворов. Из них три комплексно преобразятся по программе формирования комфортной городской среды, а в девяти обновят внутриквартальные проезды. Все, что мы делаем, мы делаем для людей, поэтому прежде чем что-то реализовывать, мы сначала встречаемся с ними, определяем, в каких границах они хотят, чтобы асфальт был реконструирован. Где-то создаются дополнительные парковочные места, где-то чуть меняется схема заездов. В Самаре действует несколько программ благоустройства. Помимо формирования комфортной городской среды, есть еще и твой конструктор двора и губернаторский проект содействия. Внутриквартальные дороги ремонтируют за счет поступлений из регионального министерства транспорта. Чтобы преобразить свой двор, можно поучаствовать сразу в нескольких программах. Рассказать подробности сможет управляющий микрорайоном, а также сотрудники районной администрации. Программы действуют на территории всей Самары. Мария Ильевна, Василий Кладошов. События.